Вот уж кто точно сейчас испытывает настоящий дискомфорт, это гурманы. Рестораны закрыты, а значит вкусить яство в роскошной обстановке невозможно. Чтобы доставить хотя бы эстетическое удовольствие зрителям, в рубрике «Путешествие в квартире» расскажем о самых эффектных ресторанах мира. Начнем обзор с невероятно экстремального ресторана. Здесь отужинать могут те, кто не боится рисковать. Находится воздушный ресторан в Брюсселе и представляет собой подвешенную на 50-метровой высоте платформу. Причем авторы уверяют, что этот проект не только эксклюзивный, но и безопасный. Все гости пристегиваются ремнями. Чтобы поднять платформу на высоту, используют подъемный кран. Стол рассчитан на 22 человека. В центре располагаются повар и официанты. Средний чек в таком ресторане составляет примерно 300 долларов на человека. Хотя нам кажется, как бы не старался местный повар быть на высоте, посетители запомнят скорее не вкус блюд, а саму обстановку. Как можно шокировать кушающего человека? Предложить ему отужинать среди унитазов. В Тайване стремительно развивается сеть необычных закусочных, где люди могут приятно проводить время, сидя в прямом смысле на унитазе. Под туалетную тематику стилизован не только интерьер. Еду тут могут подать в тарелки, сделанные по типу больничной утки или биде. Мороженое будет выглядеть как экскремент, а рот и руки после ужина посетителям придется вытирать туалетной бумагой. Несмотря на весь абсурд, ресторан под названием «Современный туалет» пользуется невероятной популярностью у тайваньцев. И в завершении подборки водный ресторан на Филиппинах. Находится он недалеко от города Сан-Пабло. Ресторан открыли прямо у подножия водопада. Потоку воды придали форму, облагородив его по краям, чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно. Главная особенность кафе в том, что посетители смотрят на водопад не со стороны, а находятся как будто внутри самого потока. Столики расположены прямо посреди воды. Глубина небольшая, около 20 сантиметров. Правда, уровень воды может и подняться, заставив посетителей ловить свои тарелки. В ресторане подают обычную еду, к которой привыкли филиппинцы, поэтому стоимость обеда будет невысокой. А сразу после него посетители могут расположиться рядом на полянке, чтобы просушить свои вещи.